Друзья, всех приветствую! Два дня забоя в этих конусах утвердили меня в мысли, что для нас, для нашего хозяйства, это оптимальный вариант конуса. Я сейчас выскажу свое субъективное мнение по поводу этих конусов и попытаюсь объяснить, почему они мне нравятся больше, чем другие. Значит, смотрите, основное преимущество этого конуса, как я и говорил уже, позволяет не забивать здесь птицу разноразмерную. И, соответственно, разновозрастную, если есть необходимость такая. Я вставлю кусочек видео по размеру тушек, которые мы забили в этих конусах. Давайте взвесим наших броллеров, которых я забивал сегодня в конусах. Скажу, что никакого дискомфорта от использования этих конусов я не испытал. Вот были такие особи, отстающие, маленького размера. Ну, это самый маленький, я вот оставил его, да. И были вот крупные достаточно особи, ну и середнячки, как бы, да. Ну, вот килограмм 455 грамм. Это чистая потрошеная тушка. Ну, то есть он где-то там 2, скажем, 200 был. Так, и, значит, вот крупные, да, были. Вот, в чистом весе он 2,870. То есть где-то сколько получается там, да, за 3,5 был вес живой. Так, всё, давайте посмотрим. Вот это у нас какой был. Вот, 2,715. В принципе, такой же, как предыдущий. Ну, и это вот средний вес. Я думаю, что даже вот тут смотреть не смысл. Тут 2,370 где-нибудь. А, ну, 2,450. Вот 2 килограмма 90 грамм. Ну, то есть я что хочу сказать. Вот на сегодняшний момент самый маленький, да, который попадал у меня в конус, это вот этот вот. То есть килограмм 455 грамм в потрошенном виде. Я думаю, что ещё меньше, ну, не знаю, на сколько грамм, но ещё меньше тоже можно будет забить в этом конусе без проблем. В общем, как я и предполагал, конус этот универсальный у меня оказался. И вполне приспособлен под забой разных весов бройлера. Ни одна, значит, не провалилась, ни одна не выскочила. В общем, всё было удобно, всё было замечательно. С чем я это связываю? Я это связываю с оптимальным углом вот этого конуса. Я сейчас вам покажу конуса, которые я использовал до этого. Вот эти конуса. Смотрите, различие какое. У этого конуса заметно тупее угол. Я не знаю, как правильно сказать, но тупее угол конуса, скажем так. Извините, если я неправильно математически выражаюсь. В общем, вот этот угол, видите, основание широкое, имеет размер 24,5. Соответственно, птицу сюда помещать удобно любого размера. Будь то крупная, она размещается чуть выше, будь то мелкая, она размещается чуть ниже. Значит, длина шеи птицы позволяет всё равно забить что крупную, что мелкую. Мелкая шея вылезает чуть дальше, у крупной чуть меньше вылезает, получается. Так, значит, как я его обрезал? Давайте я сейчас закончу. Я его обрезал сначала. Вот вы видите. Он вот такой представлял из себя раньше, да? Я обрезал сначала, отступив от верхней вот этой кромки белой, 2 см. Потом дорезал ещё сантиметр. И ещё остальные конусы уже отрезал 3 см. Вот, то есть, он вот так вот выглядел. Вот 3 см вот эти отрезал. Почему? Потому что если отрезать меньше, то всё-таки есть неудобство в доставании головы. Не всегда птица сюда высовывает голову сама, её приходится иногда вытаскивать, эту голову. Поэтому вот в таком резе, да, это сделать удобнее мне, по крайней мере. Делать выше будет ещё удобнее, но тогда вы сократите диапазон использования этого конуса. То есть, самых маленьких уже там вы не сможете, он будет вываливаться. Но, смотрите, у меня для самых маленьких цыплят есть вот такой вкладыш. Это мой старый конус, я обрезал основание. И если мне нужно убрать там, грубо говоря, корнишонов каких-то, я просто вот так сюда вставляю конус и вставляю цыплёнку. Всё, убрал. Что ещё хочу сказать. Вот такая форма основания в виде квадрата. Это наиболее удобный вариант для расположения этих конусов в нашем хозяйстве. Вы можете прикрутить его к стенке. Вот так. Вы можете закрепить его вот на такую стойку. Ну, масса вариантов. Вы можете поставить, не знаю, здесь какую-то бочку с прорезью просто. Ну, бочку можно и круглой. Неудобство вот этих вот круглых конусов, самых распространённых, в том, что, видите, он занимает много места по основанию на чём-то. И закрепить его к стене проблематичнее. Так, что ещё? Давайте я ещё размер вот этот покажу. 30. 29,5. Ну, высоту она не принципиальна. Наверное, никому она не интересна. Я сейчас скажу, где их приобрести. Ну, общая высота этого конуса 52 сантиметра. Значит, я рассматривал, когда ехал в Москву за конусами, я смотрел конуса на сайте «Все инструменты», там у них большой выбор есть. Но все конуса там имеют круглые основания. И проблема в чём? Почему я не мог найти вот такой идеальный вариант? Они все имеют достаточно острый угол. Острый угол не позволяет засунуть сюда большую тушку. Вот, допустим, такой размер. Либо такой размер. Засунуть её можно, но его приходится высоко, видите, обрезать. Вот как высоко обрезать, чтобы добраться до головы. И приходится утрамбовывать, что как бы не очень хорошо. Там получается травма, синяки, возможно, на тушке, пока она живая. В общем, поломки крыльев и так далее. То есть, вот это, на мой взгляд, ну, лучшего варианта не может быть. Он не оцинковка, не металлический, который режет шею здесь, который травмирует птицу. Он мягкий, прорезиненный. Ну, в общем, мне он очень понравился. Ну, или он прорезиненный. Вот. Значит, ехал я во все инструменты, чтобы там выбрать себе подходящего размера конус. И заехал по другим вообще делам в метро Cash & Carry. Знаете, магазин такой сетевой. И никак не ожидал, но увидел там вот этого красавца. И купил все последние четыре штуки, которые там были. Вот. Значит, смотрите. Называется он конус оградительный. Время конус оградительный W04. А, здесь даже размеры. Здесь высота 500. КС-2.1. Значит, КС-2.1. Они бывают разных форм и размеров. Те КС-2.1, что есть, допустим, на сайте все инструменты, он абсолютно другой формы. Он высокий и узкий. Он не годится. То есть, вот это название, маркировка КС-2.1, она ни о чем не говорит. Они все разные. Разные производители делают разные конуса. Вот. Приобрести их еще можно. Здесь написан адрес. А, делают, кстати, их Ярославская область. Город Переславль-Залезский. Улица Магистральная. Производство МПО Протект. Значит, еще его купить здесь можно. Здесь написан дистрибьютор. Это 2-я Гровороновская улица. А, 2-й Гровороновский проезд. Дом 34. Это, как я понимаю, магазин Востоксервис. Спецодежда. Я частенько там бываю, покупаю там одежду специальную, там какую-то специализированную для себя. И там же написано, что продаются эти конуса. Кто знает, район текстильщиков. Тут, может быть, туда заехать, ему удобнее. Хотя в печатнике и в метро более надежно. Это тоже практически рядом. Так. Я купил их в метро в печатниках. В метро на щелчке, на МКАДе тоже они есть. Ну, были, по крайней мере. В этом конусе травмируется птица минимально. Одна птица у меня была травмирована на данный момент с где-то 50-60 штук забитых. Мною я заметил это. В этом конусе это очень хорошо видно как раз. Вот. Когда мы запихиваем вот в такие узкие конуса, вы, наверное, знаете, что приходится ее здесь вот затолкать, шею вытащить, как бы это. Вот в этот момент мы сами травмируем птицу. И пиросъемка сразу показывает это место, переломливая там кость. Вот. Значит, что еще по поводу схода крови? Были комментарии, что в конусах плохо сходит кровь. Значит, я не заметил этого. Говорю сразу. Значит, что я делаю еще как дополнительный момент в плане лучшего схода крови? После того, как у птицы закончилась агония, да, она себя вот этими конвульсиями утрамбовала поглубже в конус. Я просто прохожу и за ноги ее вытаскиваю. Она у меня приподнимается. Она как бы пышная, да. И она приподнимается, и у нее становится как бы в конусе больше места. Она свободнее там располагается. И я считаю, что это лучше для схода крови. По поводу того, что птица должна, значит, на фабриках забивается без конусов, и ее, значит, движение крыльями помогает лучшему сходу крови. Ну, сомнительный аргумент, так как все-таки на птицефабриках, да, забивают без конусов. Там специальные машины есть, да, для этого. Но вы забывайте, что предварительно птицу глушат электротоком, и она практически не двигается. Птица, посмотрите видео повнимательнее, она просто висит и стекает. Если бы она там вот так трепыхалась, там бы все, все бы в крови было, весь цех. Вот. Но, по крайней мере, сколько я не смотрел видео, редкие конвульсии, какая-то там птица дернет крылом, а так она просто тихо висит и стекает. Да даже мы с вами в конусах, мы же не перевешиваем птицу, как только прокололи. Она у нас вся вот так вот ходуном ходит, и мы ее сразу идем и куда-то несем, и она там колбасится вся, и все вокруг в крови. Нет же, правильно? Основная агония прошла, мы ее берем и перевешиваем. Ну и какой смысл, какая разница? Я также ее здесь взял, чуть посвободнее ее сделал, она так же висит, так же стекает. Чисто субъективно я не заметил никакой разницы. Сегодня мы будем забивать птицу. Я специально несколько штук перевешу на эту стойку. Вот покажи, вот она у меня несет. Я перевешу несколько штук на стойку, и Елена Викторовна посмотрит, сравнит при разделке, если какие-то различия будет, она расскажет, правильно? Мне нельзя разговаривать на видео. Правильно. Вот, все, значит, что еще я хотел вам сказать? Да, в принципе, наверное, я все сказал, где купить. Я сказал, сколько стоит, я не сказал. Такой конус во всех инструментах стоит в районе 1000 рублей. Я уже был к этому готов, то есть 4000 готов был потратить на эти конуса. И, к счастью моему, не было предела, когда я их увидел в метро. Я даже, знаете, взял тайм-аут, я сначала на щелчок заехал в метро, а потом думаю, нет, подожди, надо переварить. Поеду-ка я в сторону Люблино, а там, если что, заедут в печатнике. Покумекал по дороге, решил, что надо брать, что нечего даже во все инструменты дергаться, смотреть. Там по фотографиям все понятно, что другой формы конуса. И заехал в печатнике и купил 4 этих конуса. По 619 рублей. Красота. Да, вроде бы дорого для куска резины, но, как говорится, удобное рабочее место экономит вам не только время, но и нервы, и все, короче, экономит и зарабатывает вам деньги. Вот я беру таким образом птицу, крылья складываю и засовываю ее вот так вот в конус. Вот так я ее засунул, проконтролировал, чтобы крылья были в правильном расположении. Другой рукой, ты вниз показывай, другой рукой я беру, вот так, видно, нет? Да. Вытаскиваю шею, вот все, она готова у нас к забою. Делаем прокол. Отпустим. Отпускаем. Сейчас она чуть-чуть убрала ее. Она ее вытащит сама. Вон, видишь, висит. Вот. Все, значит, делаем прокол, она здесь конвульсирует. Вот я о чем говорю, видите, у нее крылышки-то вот они, они не зажатые почти. Все свободно, да. У нее она на плечах висит фактически. Все свободно. Справедливости ради я должен сказать, что из вот 60 штук одна птица у меня как-то выскочила. Не выскочила, она перевернулась. Сверху? Перевернулась, то есть голову она перевернула наверх. Я сразу же ее обратно поправил и все. Один случай из 60 был. Вот. Ну, как говорится, и талантливая была гимнастка, видимо, в прошлой жизни. Вот. Что еще? Вот она, наша стекла у нас. Потом я прохожу. Просто так вот всех раз. Приподнял, посвободнее сделал, шею пожамкал, как я показывал, чтобы спевшуюся кровь убрать. И все, они отвисели. Дальше я пошел туда и все сделал. Ну, вот, в общем-то, обещанные тушки. Обе они забивались в конусе, но с левой стороны она и оставалась стекать в конусе, а с правой стороны она висела свободно за петлю на ноге. В общем, я не вижу никакой разницы, никакой сетки особой на груди, и никаких кровавых крыльев тоже нет. На мой взгляд, никакого отличия, в принципе, при забое, при стекании крови в конусе или свободно, я не обнаружила. Хочу показать вам цвет нашей курицы на солнышке, потому что в гараже у нас очень плохое освещение. И я сейчас эту же курочку, ну, давайте возьмем вот эту, да, Занесу в гараж и покажу вам цвет кожи, тот, который происходит у нас под лампами в гараже. Вот прям сейчас я это и сделаю. Мне бы только не упасть. Вот видите, да, вот такой цвет у нее. Кожи, цвет тушки. Заношу в гараж. Во-первых, в тень заношу. Вот мы уже видим, бледнее курицу, да, значительно. И сейчас занесем в гараж при гаражном освещении. Так, сейчас даже я включу все лампы. Все. То есть не самые идиотские, которые вообще дают зеленый цвет, а вот прям все. Смотрим. Ну что, побледнела наша подружка? И даже, можно сказать, посерела и покоричневела и посинела, да? Ну вот такое вот освещение у нас в гараже, к сожалению. И делали мы его не для того, чтобы снимать курицу, безусловно, а для того, чтобы здесь можно было работать. И поэтому эти лампы дают такой холодный свет. В общем, здесь, честное слово, и я вот, видите, немножко синевею. Это не значит, что я умерла три дня назад своей смертью. Это значит, что свет дает вот такой вот оттенок кожи. Видимо, еще раз с этой же курицы на улицу. Вот уже здесь, видите, к входу уже светлее, она становится красивее. Красивее. У нас опять мороз и солнце, что называется. Это темное небо и солнышко с другой стороны. Ну вот и выносим на солнце снова. Желтенькие красотки. А я-то, посмотрите, какая, аж прям с загаром. Вот так. Все на этом. Спасибо за внимание. Мы будем продолжать забой. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Жмите в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи, всем пока. Смотрите, радуга из-за соседского дома. И она проходит вот так. И вот там второй ее конец. Видите? В общем-то, совсем недалеко, правда? Говорят, что на конце радуги стоит горшок с золотом. Пойду поищу. По идее, на этой радуге должно быть два горшка. С этой стороны один. И вот там второй. Какая красотень. Вот те. Ноябрь, середина ноября. Радугу рассматриваем. Интересно, чеснок я все-таки в этом году уже зимой соберу? Или все-таки в следующем? Продолжение следует...